Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи как никогда наболела и, наверное, знакома каждому из вас. Каждый день вы, ваши близкие, сталкиваетесь или видите или слышите о случаях мошенничества, как телефонного, так и виртуального. Вам мошенничество накрыл Россию в последнее время. И поговорить об этой теме мы пригласили сегодня очень компетентного человека в этой части, психолог-консультант, кандидат психологических наук Института психологии и образования Казанского федерального университета Абитов Ильдар Равильевич. Здравствуйте, Ильдар Равильевич! Здравствуйте! Ильдар Равильевич, я с ужасом вижу, как волна мошенничества захлестнул сегодняшнее общество. Мне больно читать газетные заметки, интернет, посты в социальных сетях, как люди становятся жертвами мошенников. Иногда жертвами мошенников становятся совершенно незащищенные люди пожилого возраста, часто бывают дети, становятся жертвами случаев мошенничества. И к вам сразу же главный вопрос, почему это сейчас процветает, почему такая высокая волна мошенничества у нас сейчас в нашем обществе. Вы знаете, пока вы об этом говорили, я как раз думал, действительно ли сейчас имеет место какая-то особая волна. Поскольку я психолог, я такой информацией не располагаю, не знаю, есть ли исследования, статистические какие-то данные. Вероятно, они есть у юристов и у социологов. Но мне кажется, что мошенничество всегда было, есть и, наверное, будет. Вопрос только в том, что появились новые способы такие вот мошеннические операции проворачивать. И они сейчас активно эксплуатируются. Причем для этого не нужно с человеком даже встречаться. Достаточно взять телефон, позвонить ему или сделать рассылку массовую, писем в интернет. То есть, поскольку такой высокотехнологичный век, цифровизация, то для мошенников, в общем, это тоже актуально. И они просто берут на вооружение новые способы и активно их используют. Наверное, дело в этом. Наверное, еще и упростилась сама, то есть, существенно изменилась по себестоимости, если так можно говорить. То есть, если раньше надо было напрягаться, приходить к человеку, то теперь достаточно позвонить ему удаленно или вообще отправить ему сообщение или письмо через соцсети. И поэтому кажется, что его сейчас так много мошенничества. Все упростилось. И меньше сил требуется и времени на то, чтобы одно такое действие совершить. И поэтому действительно, наверное, больше таких действий стало, поскольку они стали проще. Расскажите, пожалуйста, вот давайте так, как мошенники работают? В чем их секрет? В чем механизм их работы? Как они вообще... Вот мы говорим сейчас о психологии, и вы специалист в этой области. Психология обмана. На чем она строится? Давайте начнем с того, что мошенничества бывают очень разные. Разные по количеству задействованных участников, по степени организованности этих участников, по тому, каковы масштабы, в том числе финансового этого мошенничества, и по мишеням, которые выбираются для таких акций, для таких действий. Поэтому, конечно, все будет очень по-разному. Есть мошенники, которые там действуют организованно, которые, например, в качестве мишени выбирают людей очень состоятельных, и так называемые создают клубы, бизнес-клубы. Это называлось, может быть, еще сейчас есть они. Ну, и то, что часто называют пирамидами, финансовые пирамиды. Туда попадают люди весьма состоятельные. Там, правда, разброс большой, я так понимаю, по финансовым возможностям людей, начиная с вполне себе среднего достатка людей и заканчивая людьми, бизнесменами и людьми, очень хорошие достатки имеющими. Одно из таких вот, одно из мишеней воздействия, одно из, скажем, особенностей является идея престижности такого сообщества. Когда людям предлагают в нем поучаствовать, то, значит, их заманивают в том числе тем, что это вообще предложение не для каждого и не для всех. То есть делается намек на эксклюзивность? Да, да. И прямо говорят об эксклюзивности, и нагоняют тайны, значит, например, говоря, что, значит, приглашает очень часто человек знакомый, который уже вошел в этот клуб или в эту пирамиду. И одним из вариантов является то, что он, значит, не раскрывает до конца сути предложения своему. Он говорит, я тебе сделаю отличное предложение, ты потом меня благодарить будешь, я тебя приглашу в одно место. Вот, там отлично, там люди, как мы с тобой. Вот, это избранные люди, туда всех не приглашают, но я тебе сейчас не могу сказать, что там будет. Ты когда человек начинает расспрашивать, ну, ты хоть объясни, да, в чем суть этого предложения состоит. Он говорит, слушай, ну, я пока не могу, мне вот сказали, значит, организаторы этого пока не говорить в точности, но я тебе только скажу, что ты сможешь, ого, как заработать. Приходи, и там ты сможешь все узнать сам. И когда мы видели случаи, связанные с финансовыми пирамидами, истории, связанные с финансовыми пирамидами, мы не раз видели на такой психологический трюк, как демонстративное потребление, престижное демонстративное потребление. То есть те люди, которые втягивают пирамиду, они себя позиционируют как успеш состоявшихся. Они катаются на дорогих иномарках, покупают хорошую, роскошную недвижимость. И самое главное, они ведут соцсети, где демонстрация вот этого потребления идет полным ходом. И является ли вот демонстративное потребление действительно одним из элементов этого психологического искусства обманывать? Я думаю, конечно. Конечно. Один из таких вот элементов всей системы – это демонстрация того, что я смог… Как правило, это подается каким образом? Я это заработал. То есть я простой парень. Или я девушка обычно из маленького городка. То есть никаких связей, ничего, никаких социальных лифтов не было. Пять лет назад или год назад у меня было в кармане тысячу рублей. Это обязательно рассказывается, подается? Да. В том числе это делается на презентациях, так называемых, в этих бизнес-клубах или в пирамидах. Один из вариантов такой тоже воздействия. Вот. Значит, еще один такой метод, да, мы немножечко так, может быть, беспорядочно сейчас с вами обсуждаем. Ну, начали вот с пирамид. Значит, на таких собраниях один из методов воздействия – это апелляция к авторитету. Вот. Апелляция к авторитету. В первую очередь, конечно, людей, значит, очень богатых, часто цитируют, например, миллиардеров всем известных, ну, Уоррена Баффета, например. Вот. Настоящие цитаты, или как коллеги лингвисты говорят, псевдоцитирование там тоже имеет место. Может быть, он никогда этого не говорил, но ему эту фразу приписывают и, значит, ее бросают в аудиторию. Конечно, что Уоррен Баффет, например, сказал, что, значит, там, единственным способом разбогатеть в наши времена является, значит, использование акций. Вот. А дальше следует предложение неких бумаг, как, значит, сами. Или криптовалют. Криптовалют, да. Либо того, что подается как акции. Вот у нас есть компания, значит, мы выходим на, значит, вот этот вот рынок ценных бумаг, вот наши акции. Есть вариант апелляции к авторитету власти, вот органов государственной власти, значит, очень с любопытными с любопытными такими вещами в своей практике приходилось сталкиваться. Вообще анекдоты фактически, анекдоты такие. Вот, значит, на экспертизе как-то у нас был такой материал, где, значит, вот одна из таких вот пирамид, значит, представители ее общались с аудиторией. Это большой зал. Значит, дальше там звучали, собственно говоря, и цитаты из Лорена Баффета, значит, там одного из людей, представителей этой пирамиды, значит, называли профессором одного из американских университетов, или что он известный экономист. Мы не знаем так это или нет, но его так представляли. Значит, также как раз это было время, когда санкции только вводились странами запада, в том числе США против России. Значит, там такие патриотические нотки звучали, что значит, США вот зря, все это делает, да, Россия все-таки вместе с нами выстоит, мы предлагаем один из вариантов, в общем, себе такую подушку финансовую создать, да, в этих неспокойных условиях. Вот, значит, а в конце, когда все заканчивалось уже это мероприятие, звучала музыка, вот, при этом два, значит, презентера, два человека, которые эту презентацию вели, они там стали по стойке смирно, слушали музыку эту, значит, вот как вы думаете, какую музыку они поставили? В угадайку, поиграем немножко с вами. Я думаю, что это, наверное, какой-то был гимн, что-то такое торжественное. Именно, ну, не просто какой-нибудь гимн, а гимн Российской Федерации ни много, ни мало. Батюшки. Да, это был гимн Российской Федерации, под который встала и публика, большинство людей, это были... То есть, это еще идет вовлечение, обращение к патриотическим ценностям, в том числе, чтобы сломать эту психологическую защиту. В том числе, я пример привел, конечно, не все так делают, но это забавный такой вот пример, может быть, немножко смех сквозь слезы, потому что людей, которых обманули, им, наверное, не смешно от этого, но, тем не менее, так тоже бывает. Уважаемые телезрители, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Ильдар Равильевич Абидов является не просто теоретиком, консультантом, психологом, он еще и судебный эксперт, он участвует в разборах, связанных именно с механизмами вокруг этих случаев мошенничества, вокруг этих случаев вовлечения, обманывания людей, обмана людей, и у него достаточно большой богатый опыт в этом плане, и видите, вот он уже начал рассказывать нам достаточно интересные истории, связанные с этим. И вот, Ильдар Равильевич, вот еще такой вопрос, я, когда изучал ситуацию, связанную с финансовыми пирамидами, эти истории вокруг них, я обратил внимание, что творцы этих финансовых пирамид, грубо говоря, эти бенефициары, то есть те, на кого клевали многочисленные адепты этих всех структур, они всегда подчеркивали, что это дело рискованное, это вы понимаете, инвестиции, вы можете все потерять, это и даже в бумагах прописывалось предупреждение, и что это, зачем они так делали? Ну, мне кажется, это делают не все, вот, господа, о которых я рассказывал, они подобного не делали, там даже у меня был вопрос, на который коллега-лингвист отвечала, значит, вопрос был поставлен про наличие обещаний, некоторые вещи обещали, значит, она ответила положительно, там, в результате исследования она выявила, что есть признаки такого обещания, да, в адрес, значит, вкладчиков будущих некоторых таких превенций, вот они, то есть, давали гарантии, можно сказать, до того, что, значит, мечты сбудутся, что все будет хорошо. Система автоматической генерации прибыли. Да, что, значит, там, например, в два раза вырастет прибыль их через, там, месяц, например, они говорили, ну, и объясняли некую схему, значит, по которой это произойдет, что там они продадут эти акции на внешнем рынке, значит, соответственно, все будет дороже, вот, значит, акции, значит, вот этих первых покупателей, они подорожают. По поводу тех, кто говорит о том, что дело рискованное, я думаю, ну, это можно тоже как такой ход рассматривать, но, скорее всего, это на определенную публику рассчитано, на тех, кто, значит, как-то готов рискнуть, и с кем нужно особо доверительное отношение выстроить. Если я говорю, что все будет хорошо, а вы не очень доверчивый человек, то вы настораживаетесь, понимаете, а если я говорю, вы знаете, вот это особое дело, я приглашаю вас и еще пять человек, вас будет немного, и сам понимаю, что дело рискованное, вот, но больше шансов, что выгорят. То есть я начинаю вам верить, то есть понимаю, что раз вы меня предупреждаете, значит, вы в душе своей... На вашей стороне. ...человек, да, честный, открытый, и раз он меня предупредил, как он меня может обмануть? И тоже один из этих механизмов, действительно, это такое вот предупреждение о рискованности инвестирования. Что еще используют мошенники? Вот именно мы сейчас рассматриваем пока случай финансовых пирамид, поскольку действительно болевшая тема, сотни тысяч татарстанцев пострадали. Какой татарстанцев? И россияне, и многие финансовые пирамиды, которые здесь были основаны в Татарстане, они шагнули не то, что на российский уровень, а на общий российский уровень, а шагнули в международную деятельность, в моем случае с Казахстаном, там много вкладчиков было обмануто. И вот есть у меня очень такой вопрос, который, наверное, некоторые на меня даже обидятся. Представители этого чечения, мы говорим сейчас о многочисленной когорте психологических тренингов, этих тренингов личностного роста, где выступают всякие гуру, как они себя называют, от психологии, и они учат людей, кто бы стать богатым, надо думать об этом. Мы вам покажем дорогу к процветанию, надо перестроить свой разум, войти в поток, у них даже своеобразный язык и лексикон, быть в потоке, не ограничивать себя, сломать ограничения, выйти из зоны комфорта. Вот это такие уже манковые, манящие вот эти фразы. И вот это все некоторые называют инфо-цыганством. То есть вот ехали инфо-цыгане, не догонишь, они дают вот эти представления. И вроде бы не мошенничество. Человек приходит на эти тренинги, платит большие достаточно деньги. Я скажу даже, что на некоторых тренингах стоимость некоторых тренингов вообще там улетает шестизначные цифры в рублях. И они ходят, ходят, и в конечном итоге создается какая-то зависимость. И вот те же приемы, эти инфо-цыганства, они были использованы в финансовых пирамидах. Так ведь? Да, это так. Приемы универсальны. Я даже не думаю, что как-то кто-то кому-то передает эти приемы специально. Они витают в воздухе. Их использовали в большей-меньшей степени всегда. То, что касается тренингов, такая очень тоже злободневная тема. Ну, действительно, на таких тренингах люди покупают, собственно говоря, вот информацию, покупают присутствие там, где есть этот гуру. И здесь, в общем, трудно прицепиться к чему-то. Вроде бы не мошенничество. Дал информацию, продал уже все. Это не мошенничество. С другой стороны, когда даются обещания, конечно, здесь вот вопросы возникают. Когда обещают, например, улучшение жизни, улучшение финансового состояния, ну, что вы разбогатеете, если так будете делать. В большинстве случаев это все такое вот. То есть это приманки. А по поводу суммы, я вам скажу даже, что на подобные тренинги чаще всего важно, чтобы сумма была высокой, не низкой. Почему? А потому что создается такой эффект. Если это тренинг, то рассчитан он на людей, опять же, которые в теме, которые этим увлекаются, интересуются. Часто они еще построены по уровневому принципу. То есть кто был на первом уровне, второй, третий, продвинутый. Если вам будут продавать что-то такое дешево, то вы скорее будете сомневаться. А что это такое? Может быть, оно ничего вообще не стоит? А вот когда вы заинтересованы, и вам говорят, что пусть у вас есть 50 тысяч, но это стоит 55, ты пока ты 5 тысяч не донесешь, ты не сможешь участвовать, вот это вот мотивирует. В этих случаях, в этих конкретных. Потому что есть еще одна внутренняя мотивация у человека. Он находится в поиске, ему кажется, что это очень престижная такая вещь. То есть не является ли тоже заманим такие высокие суммы за тренинги, что человек начинает объективизировать, как говорят в таких случаях, эти тренинги, он начинает их действительно ценить, у него создается внутреннее убеждение ценности этих тренингов, объективизация, он начинает уже для него это становится самоценным, попасть на этот тренинг, получить то, что вот извините, может ему там любой там начальник цеха вот извините за выражение, рассказать, в более простых и народных выражениях мудрость, как надо работать и как надо жить. А он идет к этому гуру, квалификация которых даже вызывает огромные сомнения и платит вот эти бешеные деньги. Ну, конечно, мне кажется, вообще вся вот эта, как бы институт весь этого, если так можно назвать, гуру этих таких вот... Инфо-цыган. Инфо-цыган, да, таких вот какое-то время назад уже, ну, годы назад, приезжали такие американские... Тим Робинс, один только что стоит. Да, Робин Шарма, мне кажется, можно туда же отнести, которые книжки пишут. Ну, на чем строится вообще их работа? Собственно говоря, на том, что есть целевая аудитория, которая готова покупать, но не у каждого, а Робина Шарма, у которой книжку написал. Вот он один раз там в жизни в Россию приехал, и можно заплатить им любую сумму. Правда, через пять лет он снова приедет, но это будет уже что-то другое. И вот на этом строится их прибыль. Вот той же самой финансовой пирамиде, я обратил внимание, что финансовые пирамиды не просто работают над банальной и скучной темой зарабатывания денег. Они всегда обрастают какой-то второй стороной, они начинают психологически промывать людей именно теми же самыми приемами вот этого инфо-цыганства. Они учат их, говорят им, что вы сами это можете сделать, вы там растите, надо расти психологически, ментально. И вот я когда видел семинары, когда готовился передачу, видел семинары того же самого Финника, например, то я обратил внимание, что там в этой скучной теме зарабатывания денег, несмотря на то, что вы лежите на диване, вы пассивный инвестор и деньги сами зарабатываются, уделяется, ну, где-то, наверное, меньше половины. А больше половины уходит именно вот на какие-то вещи, там, мы счастливы, мы можем, мы способны, мы в потоке, мы вышли из зоны комфорта, мы работаем, наши деньги там работают, но мы изменяемся сами. И вот эти все приемы, то есть, нету простого, как вот в нигерейской схеме, там пишут, я там сын короля Нигерия, да, там, вот я там выиграл миллиард, мне надо сейчас этот миллиард, папа там мне, папа умер, миллиард мне достался, чтобы миллиард получить, нужно судебные издержки, какие-то там мелкие расходы оплатить, и мы тебе давайте, у меня сейчас денег нет, но мы вот сейчас оплатим вместе, и потом этот миллиард на двоих поделим. Вот, такого нету, то есть, вокруг денег уже мало, что вращается, и уже все вращается вокруг, вокруг именно психология, вокруг изменения, личностного изменения человека. Ну, смотрите, да, вот вы сейчас рассказывали, я так слушал, улыбался, мне тоже приходили подобные письма, значит, на английском языке, конечно, да, где я там, мистер, мистер Абитов, там, доктор Абитов пишет, некоторые даже. Вот вы это сказали, скажем, вам, вот вы когда это говорите, не смешно от того, что предлагают? Нет, вы знаете, это действует определенным образом, определенным образом даже внушительно, то есть, это вот доверительно, то есть, приходит письмо, неважно, то есть, это же не, одно дело, там, владение английским языком, или французским, или когда ты там, да, получил это, что думаешь, что за эта фигня пришла, надо перевести, переводишь, а там все так подается, в общем-то, ну, подается все достаточно, достаточно просто, достаточно доверительно, то есть, там, человек ищет, он там, нашел тебя через какой-то, через какой-то профиль в соцсетях, думает, что ты, какие-то у тебя там есть деньги, да, предлагают тебе, там, угольные копии, там, нефтедобычу, растамушку какие-то редких земельных металлов, или еще что-то, но, и тема иногда приходит и на русском языке, и уже с русским, то есть, это уже перенято, и вся эта технология нигерийских писем, она уже работает здесь уже, когда там человек, допустим, говорит, тебя там выбирает, говорит, вот хочешь тендер выиграть, да, мы вот хожи, вот, да, там, тендер выигрыш, там, на совершенно сумасшедших условиях, в министерстве там есть человек, там, или где-то там, в госзакупках есть человек, который тебе это все сделает, но есть маленькое одно, надо занести немножко, вот, совсем чуть-чуть, и тогда тендер выиграем, делим на двоих, там, на троих, сколько там нас, и все, разница, выгоду, и все получат, человек думает, ну, блин, все вроде, все, имена называются, пробивают, информация вокруг есть, какие-то решалы бродят вокруг этих наших министерств и ведомств, и человек думает, вот, да, он владеет фактурой, знает, кто, что, как, это все есть, обращается, и дает деньги. Почему спросил-то? Мне кажется, вот там все не очень-то ровно, потому что рассчитано это все-таки на наивного человека, один из механизмов действия, это, значит, один из коллег, там, доктор психологических наук, пишет, называет это психические автоматизмы, вот, можно проще сказать, это алчность, значит, когда человек очень хочет получить деньги, не прилагая никаких усилий, и наивность, то есть, когда вам предлагают деньги, которые упадут на вас, значит, с потолка, то, конечно, надо насторожиться очень сильно. Вы меня просили, да, сформулировать рекомендации в конце нашего разговора, я вот начинаю это делать в процессе прям... У нас еще не конец. Я понимаю, но все-таки одна из рекомендаций, значит, включить свое критическое мышление и подумать, значит, с какой радости, зачем этому человеку с вами делиться деньгами, значит, когда вокруг масса людей, и почему он обещает такую огромную сумму, и вам для этого почти ничего не нужно делать. Это должно насторожить. Так не бывает в жизни. Смотрите, а вот сейчас рациол бурным цветом институт так называемых решал. Мутные личности крутятся около государственных ведомств, мутные личности крутятся около судов, там некоторые прикрываются адвокатской корочкой и говорят, вот мы... Ну, человек убежден, наши СМИ, раскачав тему коррупции, убедили уже всех, что все покупается и все продается, что все берут, что везде все вот такая вот обстановка, и у человека уже готовое, ну, как бы, готовое мировоззрение на эту тему. Он говорит, да, вот если этот человек подошел, и говорит, что он знает того или иного судью, а я там могу... Я попал в какое-то вот это дело, то надо, значит, как-то что-то с этим делать. И вот 159-я статья, часть 4-я, у нас Уголовного кодекса Российской Федерации работает на всю катушку. Мы каждый день видим эти процессы, когда ловят каких-то мошенников, которые нагревают весьма состоятельных и весьма прожженных людей, которых там 90-е года прошли, выжили там, и на некоторые коммерсанты. Там, не говоря уже о том, более молодом поколении, то есть сбирают у них деньги, и в конечном итоге ничего не решается. И я даже читал, когда готовился, читал интервью с одним Решалой, ну, он это не выдавал себе, анонимное интервью, и он сказал, говорит, вы знаете, я просто действую, я беру деньги за то, что решаю вопрос судьей. Если вопрос не решается, я возвращаю деньги, а если вопрос решается, я деньги себе оставляю, работа-то сделана, хотя, говорит, я, говорит, этого судью даже в жизни не видел, даже и не знаю, и знать не знаю вообще. То есть, ну, он, мошенник работает именно по этому принципу. Все равно ему на жизнь хватает, я живу так, так, что там даже коммерсантам мне снилось, деньги несут. Столичный мошенник московский, но все равно это и в провинции имеет место быть, и в республиках, и так далее. Вот. И мы просто вот такой вопрос, вот этот вот феномен, это ты решал, когда попадаются даже искушенные люди. Как вы это можете объяснить? Ну, тут целый ряд объяснений есть, да, они, по-видимому, так совпадают и действуют комплексно, эти причины. Первое, это, конечно, проблемы государственные, такие социальные, которые надо решать не нам с вами, а, мне кажется, органы государственной власти этим занимаются, видимо, надо и дальше заниматься, и, может быть, еще интенсивнее. Это вот, как бы, такой антиавторитет органов государственной власти у простых людей. То есть люди уже не верят. Во многом, да. К счастью, не все и не во всех ситуациях, но вот в массе, в массе есть такой, как бы, миф, представление, что все, значит, вот представители этих органов, да, которые что-то реально решают сами на своих местах, они продаются, покупаются, значит, получают взятки, ждут их. Да, такой миф, иллюзия такая создается. И на этой иллюзии в первую очередь играют такие решалы. То есть им даже ничего говорить не надо, потому что человек уже готов. Он уже думает, что... Уже подготовлен. ...что мне как-то надо подъехать специальным образом. Не, значит, не доказательство собрать ему с адвокатом, а через решалу как-то к нему надо пройти неофициальным путем. И тогда результат будет в кармане или будет высоко вероятен. Нужный результат. Это первое. Второе, это, конечно, такая потребность, которая у этих людей очень актуальна, про которых вы говорите, это потребность в безопасности. Вот, значит, поскольку они под судебным преследованием находятся, например, под уголовным, или какие-то еще проблемы имеют, зачем еще решал нужен, чтобы проблемы решать. или это могут быть человек, у которого там больной родственник, так тоже бывает, да, мошенники его берут в оборот. Они, значит, действуют на, актуализируют его потребность в безопасности. Говорит, если ты нам дашь, то твоя проблема решится. Решай, конечно, сам. Понятно, что деньги немалые, но давай выбирай, жизнь родственника или деньги. Значит, такие вот благополучие родственника, чтобы он в тюрьму не попал, или твое благополучие будущее, или деньги большие, которые ты жалеешь сейчас дать нам. Решай. То же самое, наверное, вы в практической своей деятельности видите и вокруг сферы госзакупок, да, тоже там, ну, тендеры, от которых там зачастую судьба фирмы зависит, надо же людей кормить, вот все, и все это на кону висит, и появляется такой человек, который всех знает, везде вхож, по его словам. Ну, я могу предположить, что это там так работает, то есть я все-таки имею дело не с организациями, это там уголовные дела, значит, о мошенничестве, где, ну, в частности, значит, там фигурантами является вот такая вот, значит, компания, да, ее учредители, ну, пирамида, скажем, да, таким народным языком, вот, или еще там есть такие вот псевдомедицинские центры, о них тоже можем немножко отдельно поговорить. А что за псевдомедицинские? Сейчас объясню подробнее, но прежде вот отвечу на ваш вопрос предыдущий, еще добавлю одну причину, это опять все-таки такая наивность и низкая критичность мышления людей, которые идут на такую сделку, условно, да, это и не сделка-то, поскольку она юридической силы не имеет. Почему наивность? Да, потому что, да, я как бы понимаю прекрасно, что они в трудной ситуации, значит, у них вот эта вот потребность, значит, в безопасности, она очень сильна сейчас, значит, за нее цепляют мошенники, напоминают, да, о том, что надо выбирать или-или, значит, но в то же время, если бы ко мне с таким предложением обратились бы, наверное, я все-таки задумался бы, а какие гарантии? То есть мы как будем, значит, закреплять этот договор? Если я понимаю, что гарантий никаких нет, гарантия только слова этого человека, а я его не знаю, то тогда, в общем, значит, навряд ли стоит соглашаться. Потому что, что я с ним буду делать? Я даже не могу подтвердить то, что я ему деньги передал. Ну, пишут какие-то расписки, которые потом в судах трясут. Ну, опять же, вопрос юридической грамотности людей, да, какая бумага будет принята судом, там, нотариально заверенная, например, или договор по форме составленный, а какая будет сомнения большие вызывать. Мы тут расписку написали, он подписался, я подписался. Может, вообще не о том речь шла. Поэтому подумать, в первую очередь, о гарантиях того, что я даю деньги за услугу какую-то. А какие гарантии, что эта услуга будет реализована? Тем более, она незаконная, по сути. Тем более, она незаконная, и если не реализована, то что я с этим буду делать? Я даже в суд с этим не могу пойти. Вы даже соучастником можете стать. Задуматься об этом, прежде чем соглашаться. Вот так, уважаемые телезрители, все-таки включайте разум и критическое мышление, а также думайте о юридических последствиях любых взаимоотношений, не только денежных, но денежных, это все должно включаться в двойном, в тройном размере. И вот, Ильдар Авилич, вы упомянули некие псевдомедицинские услуги. Вот сейчас, когда в эпоху пандемии эта популярность медицины, медицинских услуг и внимания людей к своему дороге до небес подскочила, что за такое вот новшество? Поведайте. У меня в практике и у моих коллег, которые вообще очень далеко отсюда живут и работают. Например, в городе Чита и где-нибудь во Владивостоке, наверное, тоже такие случаи бывают. Я к тому, что география очень широкая. Например, про Читу я знаю и про Казань. Что собой представляют такие центры? Это некая организация, которая открывается, набирает персонал. В персонале организации может быть один-два человека, имеющих медицинское образование, персонал гораздо больше. В общем-то, этих людей даже может и не быть. Или там может быть консультант, медик. Один. Значит, дальше эта организация получает, например, лицензию на оказание косметологических услуг. Значит, косметологические услуги, там есть целый их список. Это, значит, разные такие процедуры, которые помогают, не знаю, подтянуть кожу, чтобы она выглядела более блестящей, немножко как бы подтянуть свою фигуру и все такое прочее. Дальше, после того, как это все готово, значит, они немножко занимаются оформлением своего учреждения. Ну, например, значит, на случай из практики. На стене в этом центре висят сертификаты, вот, значит, они, перед ними стоит такой барьер, к ним нельзя подойти близко, они достаточно далеко от клиента находятся. Эти сертификаты, когда их начали уже смотреть, значит, следователи, то выяснилось, что это сертификаты, например, о том, что один из сотрудников является мастером ногтевого сервиса. еще какие-то могут быть там, не знаю, благодарственные письма, сертификатики, выписанные на сотрудников. Когда весь этот антураж готов, то начинаются звонки. Звонки потенциальным клиентам, скорее всего, они где-то достают базу данных с номерами телефонов. Я так понимаю, что это такой ковровая бомбардировка, то есть, там есть люди, которые специально только звонками занимаются. Холодные, как холодные звонки. Холодные звонки. Возможно, и вам звонили. Мне звонили точно. Мне точно. Моим родственникам звонили. Приглашали в медицинский центр, который недавно открылся, где можно пройти какую-то особую диагностику. И, например, получить сеанс массажа бесплатно. Бесплатно? Да. Главное заманущее. Конечно, бесплатно. Вообще, первый визит, когда вы туда придете, он бесплатный, ознакомительный. И поэтому, значит, они предлагают вам ознакомительную такую встречу, где, значит, вы кое-что получите бесплатно от их центра. И сможете узнать, какие они услуги оказывают. А там уж сами решите, будете вы еще приходить или нет. Дальше, значит, когда человек приходит, то, значит, его встречают на ресепшене, создают такой доверительный контакт. вообще в любых таких вот процедурах таких мошеннических обычно первый этап, это отмечает моя коллега, психолог такая, госпожа Анищенко в статье. Первый этап это всегда налаживание контакта и доверительных отношений. С вами чудесно будут разговаривать. Значит, может быть, даже приятнее, чем в обычном медицинском центре, даже скорее всего. Будут угощать. Скорее всего, угостят чем-то, от вас не отойдут. То есть, вас возьмут под руку милая девушка, скажет, что сейчас я вас сопровожу, вот, значит, доктора освободятся, они мне дадут знак, и мы с вами пойдем, я вам покажу центр. Когда ей дают знак, она, опять же, мило щебеча с вами, она что-то вам рассказывает, спрашивает о чем-то личном, может быть, есть ли семья, не знаю, втирается в доверие, создает аттракцию, что это называется, такие доверительные отношения. Причем, не навязчиваясь, не хотите, вы не отвечаете на ее вопросы. Значит, дальше, когда она получает отмашку, она ведет вас по центру, и, в частности, она, значит, в один из таких ваших, вот, моментов вашего, как бы, курсирования по этому центру, а это будет достаточно долго, часик, может быть, больше, она подводит вас к стенду, и вы видите, что там очень много разных сертификатов. вот видите, сертификаты наших докторов здесь висят, все уважаемые люди, ну, туда подойти нельзя, потому что, видите, здесь бордюр, значит, барьер, там, потрогать кто-то захочет, руками нельзя, но так вы можете посмотреть, видите, вот, сколько их, участие в международных конференциях, значит, там, да, и сертификаты, это и сами можно сделать на цветном принтере. Да, ну, там забавно было, они на самом деле, на самом деле, шли сертификаты повесили, только там было написано, что это мастер ногтевого сервиса, вот, то есть, в этом смысле они не обманывали, это настоящий был сертификат, ну, ладно, но, конечно, вам подают это иначе, говорят, что это не, в чем-то ногтевой сервис, это доктор, значит, он проходил стажировку где-то в стране, в Западе, да, в Израиле, в США, потом вас ведут в какой-нибудь кабинет, значит, где человек в белом халате, значит, у нас в стране, к сожалению, нет этой, вот, такой культуры, это считается даже скорее оскорбительным, если вы спросите его диплом показать, да, об образовании, обычно никто этого не делает, человек сидит в белом халате, Есть фонископ, да, да, и с ресепшена девочка к нему обращается доктор, говорит, доктор, вы свободны сейчас? Говорит, да, пожалуйста, она вас заводит к доктору и говорит, вот, значит, Андрей Львович, пожалуйста, вы с ним сейчас поговорите, он проведет диагностику, потом я вернусь, и мы дальше пойдем. С вами начинает Андрей Львович общаться, он нам предлагает, например, какую-то аппаратурную диагностику пройти. Когда, следственные органы выясняют, что это за диагностика такая была, то выясняется, что, в общем, это такой аппарат, который используется в фитнес-центрах для выяснения процента, соотношения процентного тканей в организме. Жировая ткань, сколько мышечная ткань. Ну, тренеры, фитнес-инструкторы используют, чтобы понять, сколько вам там согнать надо, и предлагают вам, такую нагрузку надо дать, не знаю, что такое. А здесь, конечно, говорится о том, что это особый такой аппарат. Мы сейчас с вами диагностику сделаем. Когда она проводится, то вам, значит, дают ее результаты. Но, конечно, это результаты такие псевдо. Вам рассказывают, например, о ваших заболеваниях, несуществующих, или, значит, о тех, которые вас там пытаются угадать. Может быть, вы сами, причем у вас могут поспрашивать даже вначале, на что жалуетесь. А потом, это же выдают только в троекратном размере. И что, видно, что проблемы с сердцем серьезные есть. Это опасно. Значит, вызывают эмоциональную реакцию, рассчитывают обычно на страх и тревогу. Вот. Вот. Случай с, значит, случай с Читой. Вот, там тоже мой коллега статья описал, значит, вот опыт производства такой экспертизы. Там была одна косметическая компания, я не буду ее называть, какая она по России, в общем-то, распространена, свои услуги там продает задорого. И это была трехчасовая беседа с нанесением всяких этих препаратов. Там речь не шла о, значит, медицинском центре. Они говорили, что мы здесь такую особую косметику продаем в этом случае. Но, значит, когда начинали вас осматривать, то замечали какие-то признаки опасные. Говори, баш. Сначала доверительные отношения, конечно, налаживали. Чаек, разговор. Потом, говорили, о, что-то, значит, у вас очень нездоровый вид. Значит, потом какие-то манипуляции проводили. Бесплатные. И нагоняли страху. Начинали, да, говорить, что это, значит, это будет, скорее всего, рак кожи, потому что у вас есть вот такие вот пятнышки. Онкомаркеры у вас. Да, да. И очень много терминов. Это опять еще один такой приемчик манипулятивный. Купероз, такое есть словечко. Вот, значит, это опасно. Я за вас боюсь, говорит вам консультант, который уже полчаса втирается к вам доверие. Да, и вы уже как к родной к ней относитесь. Вот, значит, вся стратегия выстроена на то, чтобы, значит, вам дать попробовать эти препараты, косметику эту, объяснить, что именно она вам нужна. Дальше разрушается ваш стереотип в жизни сложившейся, в прошлой вашей, что, например, вы какой-то крем используете. Он говорит, это неправильно, потому что вы только так кожу, она не дышит у вас, закрываете поры. Значит, вот если вы это покупаете, делаете, как я сказала точно, тогда рака не будет. Значит, вы еще долго проживете. В итоге, Ильдар Абетович клиента подписывают на хорошие деньги. Крупную сумму, да, в кредит обычно это делается. Ну, и там последний самый этап есть, когда клиент, значит, задача его сподвигнуть к принятию решения, да, то есть сначала с ним создают доверительные отношения, первый этап, второй, создают ситуацию новую для него. Например, вы не знали, что у вас есть проблемы с кожей, серьезные проблемы со здоровьем кожи, не просто дефект какой-то, а со здоровьем проблемы. Дальше подталкивают к решению. Решением будет покупка их продукта. И самым последним таким шагом будет то, что когда вы принимаете это решение, вы говорите, ну ладно, я, наверное, сейчас кредитный договор с вами заключу. Поскольку делается не быстро, то вас ведут все время, пока вы будете подписывать договор. то есть вас провожают в эту комнату, ровно так же это работает в псевдомедицинском центре, о котором я вам рассказывал. Значит, вы решили купить услуги, с вами девушка, которая с вами опять щебечет, спрашивает, значит, есть ли у вас дети, если есть, какого они возраста, говорят, ба, у меня такого же, а когда маленькие они какие смешные и всякое прочее. Это происходит ровно до того момента, пока вы не поставите подпись под договором о кредите. Как только деньги упадут на счет, вы для них перестаете существовать. Ну, нет, приходите, пожалуйста, будете получать свои услуги, якобы медицинские. Можете еще новые что-то купить. Да, да, неплохо будет. Повторные продажи бывают таких, да? Да, не настроены, но, конечно, в первую очередь на крупную первую продажу. Вы знаете, я вас слушал, да, и ничего ведь нового нет. Одна и та же стандартная схема, то есть, создается доверительная обстановка, предлагается какая-то бесплатная опция, на которую охотчие до, извините за выражение, халявы, наши люди падки на подобные вещи, и они идут, и сначала думают, ну, вот, действительно, все серьезные, сертификаты, и доверие, и эти, то, что... Терминология, которые пользуются... Терминология, псевдо-медицинская, псевдо-научная, терминология, вот это создание доверительных, почти семейных отношений, уже почти член семьи, вы с ним разговариваете сейчас. Даже готова вам занять. Девушка говорит, точнее говоря, она готова вам выбить скидку. Она говорит, вы говорите... Это скидки тоже делать, в рамках бесплатного этого. То есть... Вы говорите, у меня 50 тысяч, 55 нет, которые нужны за покупку. Она говорит, подождите, подождите, вы очень мне симпатичны, мы с вами поговорили, у нас похожие там семьи, идет к доктору и якобы получает скидку и вам 50 тысяч стоят услугу вместо 55. Вот 10 лет, наверное, 15 назад процветала торговля пылесосами Кирби. Да. Схема работала почти так. То есть базовые принципы, они неизменны. Базовые принципы мошенничества. То есть создается... Да, от начала делается демонстрация этого пылесоса. Она обхалявная. То есть бесплатно приходит молодой человек, делает, чистит у вас ковер, чистит ковер. Вы уже себя чувствуете немножко обязанным ему. Создается. И в процессе хорошие консультанты, они работали так, что, во-первых, они производили... То есть приходил не какой-то развязанный парень и развязанная девушка. Они одевались всегда в костюмы. Несмотря там даже в 30-ти градусную жару приходит человек в галстуке, обливает потом белой рубашки, чистит вам ковер, вверху с вами разговаривает, обязательно там как-то пытается создать доверительную обстановку. и показывает, рекламирует свой телефон, пылесос во все эти, и обязательно делают скидку. То есть это уже у них было. Это я могу посоветоваться, я при вас позвоню нашему супервайзеру, попробую рвать. То есть делают сначала вид, что не получается, никак не дают, потом все-таки скидку. Вот редкий шанс, пылесос такой. А потом человек, купивший пылесос, выясняет, что в интернете подобная техника в 4-5 раз дешевле, и ничего не предъявишь, и ничего не сделаешь. И схемы одинаковые практически, они работают на создание, вот такое есть выражение, рапорт, что ли, или рапорт. Рапорт, да. То есть это подстройка собеседника, вызывание доверия, пробивка его психологической защиты, обязательно профайлинг клиента. У многих часто бывает, когда целевое идет мошенничество, когда действительно идет атака на конкретного человека, о нем собирается вся информация доступная. Все соцсети, соцсети его детей, соцсети его, допустим, жены, соцсети его друзей, знакомых, все это анализируется, смотрится, уровень дохода приблизительный, составляется профайлинг этого человека, то есть как он будет работать, избирается, ну то есть профайлинг, все такое, это установление психологического портрета этого человека. Исходя, люди разные, и совершенно психологические портреты разные. И когда, в ходе профайлинга, мошенники составляют психологический портрет, у них уже готовы отмычки к этому психологическому портрету, то есть, допустим, если человек, допустим, военный, или связанный патриот, то, естественно, в ходе отмычек будет демонстрация патриотических ценностей, апелляция к родине, запутывание связи, обязательно будут приводиться связи в правоохранительных органах, к тому, к чему человек с пиититом относится, в государственных будет фотография с первыми лицами, как один из распространенных способов, и человек смотрит, ну, да, все, его разработали, его разложили на молекулы, и с ним так работает. То есть, схемы типичные, и, наверное, все-таки люди, люди, наверное, вот, мне кажется, что государство, и сейчас, да, сейчас МВД сообщает, вот, там, мошенники такие-то, там, про службу безопасности Сибербанка наслышаны все, да, так они звонят, да, дайте там номер вашей карточки, или вот, переведите деньги, срочно все, ну, у вас там транзакции сбоит ваш, ваш это, но сейчас вот эти скупые предупреждения, там, не доверяйте мошенникам, мне кажется, что государство не дорабатывает в этом, так ли, или доравились? Я не возьмусь давать оценку действиям государства в этом смысле, потому что я, как бы, не в этой теме, да, я, как бы, с этой стороны никогда на это не смотрел. Ну, как вот, какие рекомендации должны быть, чтобы у нас народ перестал попадаться на удочку? Конечно, должно быть информирование, должно быть информирование, но, значит, я вам сейчас еще один такой анекдот расскажу, не из практики, просто собственной жизни, в плане вот информирования, да, вообще, что оно дает, да, и так уж ли оно много дает. У меня есть коллега, вот, очень опытная, которая, значит, тоже занимается судебно-экспертной деятельностью, больше, чем я, в общем, собаку на этом съела, и это, значит, ее рассказана история, значит, она готовится к дню рождения своему, там, по-моему, день остается, красивая такая женщина, значит, вот, там ждет какие-то, знаки внимания от своего мужчины, да, что она в большом коллективе работает, еще вокруг много людей, и, значит, вот, по-моему, за день там, да, значит, звонок раздается, телефонный, она берет, и говорит, здравствуйте, очень все мило, общаются с ней, называют по имени-отчеству, это, значит, у нас для вас есть особый подарок, говорят, значит, да, приходите, пожалуйста, там, тогда-то, по такому-то адресу, вот, и вы сможете его получить, значит, ну, ждем вас, вот, и там дату, чуть ли не, вот, день рождения не выбирают, она туда идет, вот, очень радостная, понятно, что, значит, она, она еще, я, говорит, еще иду и думаю, говорит, кто мне подарок мог такой сделать, сюрприз, они же не говорят, говорят, у нас вот здесь такой центр особый, вы придете, и будет подарок вам, сюрприз, она говорит, кто меня так интригует вообще, муж, не знаю, ну, кто, друзья какие-то, она приходит, ее на ресепшене встречает девушка, значит, провожает, значит, а проверяет документ, не как-нибудь, вот еще один ход, обязательно проверить документы, мы же подарки даем, да, а дело в том, что документ нужен для того, чтобы вы потом могли кредит заключить, кредитный договор, если у вас нет с собой документа, то вы бесполезны сегодня, поэтому обязательно с паспортом надо быть, проверяет паспорт, проводит ее дальше, значит, и начинается вот эта обработка, и только в минуте на 15, она говорит, я понимаю, значит, куда я попала, вот, значит, себя обругала, она говорит, какая наивная, значит, думала, кто-то подарок такой мне приготовил, то есть люди даже очень опытные, значит, часто покупаются, да, особенно если они вот ждут, например, вот она в ожидании дня рождения была, вот, это уже несложно вычислить, добыл данные, у них есть личные данные, они и имя отчества у них есть, и дата рождения, скорее всего, там же, да, и телефончик, соответственно, вот все, что им нужно, и то, что вы говорили еще про файлинг, с одной стороны, есть схемы, по-видимому, которые работают так, но я, наверное, вас огорчу, мне кажется, гораздо больше схем, в которых профайлинг никакой не нужен, есть универсальные совершенно потребности, например, потребность безопасности, которая актуальна у всех. Вот звонят из МВД, ваш сын попал, ваш сын попал, попал в неприятную историю, если сейчас, если сейчас вы прямо через час не приведете деньги, то включатся там процессуальные механизмы, это потом будет сложно откатить назад. Именно, невозможно даже. Невозможно будет откатить назад, и вам не помогут никакие адвокаты, вы там потратите еще больше на все это, на защиту, чтобы вы хотя бы не посадили там. Надолго хотя бы. Надолго хотя бы не посадили. Вот. А здесь мы, это вынырнет все, вот там нас майор знакомый, товарищ майор сидит, и он этому поможет, это все. И люди ломаются, тем более, сейчас есть голосовые программы, которые позволяют сымитировать достаточно это, то есть, вот вы поговорили с человеком, вы знаете его голос, и все это. Можно под искажениями сделать, пропустить через голосовую программу, и сделать практически неотличимое, только там будут интонации, да немножко, но все равно, как это... Волнуется. Он волнуется. Он волнуется, он в стрессовой ситуации, там мама, мама, меня тут все, сейчас я еще немножко, и со мной произойдет непоправимое, вот. И все, и все, человек ломается, он слышит, он, это его близкий родственник, это его близкая душа, и он все бежит, все, у него вырубаются все механизмы защиты, он бежит, и отдает деньги. Вы все правильно описали, видите, даже в этом случае мне не пришлось описывать. В частности, так и работает. Еще один механизм, который используют мошенники, это дефицит времени. То есть, вот вы об этом сказали, это работает и в бизнес-клубах, и в пирамидах, это только одна важная вещь. Так. Значит, мы вам делаем предложение эксклюзивное, вот вас здесь там 100 человек, а там миллионы еще ходят, они этого предложения не получат. Но времени у вас 5 дней. Всего? Да. За эти 5 дней вам надо, значит, надумать, прийти, заключить договор, принести средства, и тогда, значит, мы, акции ваши. А если я не приду? Ну, если не придете, значит, вы без прибыли останетесь. Боже мой, как жить? Да, Как жить? Побежал занимать, все срочно, Да, а в случае матери, это несчастные, вообще дают там час времени, чтобы приехать. То есть, у вас есть время, чтобы одеться и доехать. И передать там наш человек будет, ему передадите, он в штатском, но мы не будем же сверкать. Да и форму купить сейчас не проблема. Да, да, да. Ну, или в форме не будем сверкать. Он там в штатском стоит, значит, увидите его в черной куртке, передадите, все, после этого, значит, все решим. Прямо на пороге, на пороге даже отдела. Дефицит времени называется. Вот, если с вами такое делают, тогда это тревожный знак тоже, не надо на это покупаться. Когда угоняют это? Даже если вы слышите голос с родного человека, то это может быть синтезировано. Конечно, рецепт простой, перезвонить в этом случае. Но только надо для этого собраться, немножко собраться с мыслями и перезвонить. А если он говорит, что у меня там телефон отобрали, вот, товарищи, как его, милиционер, там, полицейские отобрали у меня телефон, я звоню с чужого телефона, вот. Все равно перезвонить, проверить, правда это или нет. Ну, мало ли, зачем доверяться сразу. Может и правда, бог его знает, да, тогда надо будет бежать на утек. Но проверить-то никто не мешает сейчас. Сделать звонок. И, если запрашивают срочные данные, карты, тоже так же. Звонят из пенсионного фонда. Вообще не давать. Никакие номера карт. Служба безопасности Сбербанка, я уж, это, конечно, уже экономический случай, но все равно служба безопасности банка, банковские работники, телефон, здесь же еще механизм подмена телефонного номера, когда у вас реальный номер Сбербанка вылезает, и реальные сообщения Сбербанка приходят, но подменили номер, сделали, то есть это через IP-телефонию, приходят вам прямо, ну все уже, все там, я несколько раз, кстати, был совершенно атакован именно вот такими вот сообщениями, я, конечно, понимаю, как это все работает, и сразу же, ну, игнор, сразу убираю, там приходят ссылки, пройдите по этой ссылке, чтобы там на наш сайт попасть, и вот эту ситуацию разрешить. не только лично, только приходить в офис, даже если звонят, скажут спасибо за информацию, я иду в офис Сбербанка, вот и решаю там. есть еще механизм, начинается пространный разговор, вот там звонят, из банка звонят, вы оформляли кредит, вас растягивают на договор, на разговор на долге, где вы говорите, говорите, вас пытаются выдаст стереотипные фразы, например, да, нет, переведу, не переведу, все, вот это все потом записывается, компонуется, и потом, когда делается голосовая авторизация вашей карты, кто-то другой звонит и прокручивает элементы этой записи, то есть это уже тоже было, то есть когда там, и живой банковский менеджер ловится на это, перерегистрирует пароль или там дает какие-то данные, основывается на ваших этих данных. Известны вообще случаи, когда на человека вешали совершенно неподъемные суммы кредитов, хотя он даже ни с новым, ни духом, утекли его паспортные данные, у нас закон о персональных данных принят, борются, но есть совершенно выпиющий случай, там недавно про одну женщину, мать-одиночка, а на ней там висит какая-то там совершенно ненормальная сумма в миллионах, которых она даже не видела, но вот оформлены на нее договора, выданы, и бегают кредиторы, и приставы ее штурмуют, и она не знает, как жить, она просит помощи у всех, но тут, видите, вот... Ну, вот есть ситуации из ряда вон выходящие, вот скорее те, которые вы описываете, такие, вот, но обычно все гораздо банальнее, люди сами отдают свои деньги, вот, значит, может быть, это может даже к рекомендациям перейти, ну, значит, по поводу того, как лучше себя вести, да, то есть, как бы первая такая, первая рекомендация, это, может быть, он неприятный будет нашим людям, российским, но не принимать ничего на веру в таких делах. Требовать документы. Требовать документы, доказательства, значит, у врача, значит, если это частный центр, то лучше, ну, не требовать, а попросить, предъявить его диплом. У сотрудников полиции, правоохранительных, ФСБшников. Документы. Я так понимаю, нет в этом никакого криминала, они, по сути, должны представляться, значит, предъявляя документы, но если они этого не сделали по какой-то причине, попросите это сделать тогда. Вот, значит, и всегда думать о том, какие гарантии у вас того, что вторая сторона выполнит свои обязательства. Вы дадите деньги, а тот человек, почему вы решили, что он добросовестный, какие гарантии? И что вы сможете сделать, если он этого не сделает, не выполнит? Обратиться в суд сможете ли? Есть ли у вас документы какие-то, чтобы обратиться в суд? Какие у вас есть вообще доказательства, свидетели, что есть, чтобы вы могли сказать, что он вас обманул? Хорошо. Вот уровень подделки документов сейчас тоже вырос, и, наверное, все-таки можно рекомендовать, если человек приходит от какой-то организации, показывает документы, неважно, правоохранительные органы, госорганы или еще что-то, то перезванивать в организацию и интересоваться, работает там этот данный человек, хотя бы по сайту посмотреть, если он представляется начальником отдела, а кто там реально начальник отдела? Конечно, особенно если дело не шуточное, это не тысячные какие-то суммы обычно, а уже стотысячные, миллионные, когда человек готовится, он, по-видимому, деньги вложил в эти документы, себе закупил такие, то тогда, конечно, надо, вы многим рискуете, большая сумма, тогда надо перепроверить и таким образом. Позвонить, выяснить, действительно ли работает на той или должности, которой он там представился. Перепроверка, другими словами, и такое, по принципу, жить доверяй, но проверяй. А лучше быть немного параноиком, но остаться при своих. Да. На этой немного мрачной ноте мы завершаем нашу столь увлекательную беседу с Абитовым Ильдаром Равильевичем, судебным экспертом, кандидатом психологических наук института психологии и образования Казанского федерального университета. Хочется поблагодарить вас, Ильдар Равильевич, за столь интересные главным образом практические советы и практические наблюдения. Ну, а с вами был журналист Казанского федерального университета Альберт Бекбов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альберт Бекбов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова